Привет, это Анастасия Брюханова и сегодня в нашем объективе. Российские и украинские моряки – одна команда. Удается ли им действовать сообща и избегать разногласий, несмотря на политическую обстановку? Ответит New York Times. Минное поле теперь и на море. Bloomberg и экс-командующий НАТО расскажут, насколько действительно безопасны морские коридоры и что делают моряки при встрече с миной. Западные интернет-гиганты хотят быть на правильной стороне истории. О важности ценностей в технологических кампаниях в Wall Street Journal. Еще сегодня я расскажу о том, что происходит в Индии и США, ну и посоветую, какие видео, на мой взгляд, стоит посмотреть на Ютубе. Сводку с фронтов, с карты боевых действий мы тоже подготовили. Вчера у нас не так много было просмотров под роликом, поэтому сегодня нам особенно важна ваша помощь. Пожалуйста, поставьте сейчас лайк под этим видео, это действительно помогает нам распространять их. Поставили? Спасибо, мы начинаем. Команда на торговом судне обычно состоит из людей разных гражданств, подданств и национальностей. И особенно высоко ценят в мире моряков именно из России и Украины, потому что у них хорошая подготовка. В морской индустрии российских и украинских матросов вместе аж 15%, и зачастую они служат вместе в одной команде. New York Times написал подробную и очень эмоциональную статью о жизни в море и о том, как изменилась работа моряков после начала войны. Я изложу ее только кратко, полностью можете прочитать по ссылке в описании. Из-за того, что экипажи на кораблях обычно мультинациональные, там бытует правило, никакой политики и религии. Мы команда, и наше дело привезти судно из точки А в точку Б. Но с 24 февраля понятно, что российским и украинским морякам, которые работают вместе, стало сложнее обходить конфликтные темы. Некоторые команды справляются, там есть взаимопонимание, и моряки уважают друг друга. Но есть и команды, в которой моряки не могут избежать конфликтов и ссор на почве войны. И чтобы как-то решить эту проблему и нормализовать рабочую атмосферу, одна из крупнейших судоходных компаний, Мюллер Марск, решила не ставить на одни рейсы моряков из России и Украины. Другая судоходная компания прописала для российских и украинских моряков специальные требования в договоре – не обсуждать политику. И даже при всем при этом, сейчас судоходная отрасль переживает острую нехватку моряков. Дело в том, что из Украины новые выехать не могут. Там действует запрет на выезд для мужчин от 18 до 60 лет. А некоторые судоходные компании просто не знают, как заплатить морякам из России в условиях западных санкций. Вот именно так на эту отрасль распространяется влияние войны. И судоходные компании вынуждены придумывать шаги, чтобы сбавить градус напряженности на кораблях. Но где-то конфликт решается сам внутри команды. Ведь сложно не поверить, когда твой коллега, с которым ты давно работаешь, показывает тебе фотографию разрушенного дома своей тещи. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что стране понадобится 10 лет, чтобы разминировать моря. Целых 10 лет, чтобы избавиться от последствий войны. А пока что Черная и Азовская моря остаются очень опасными. В том числе те самые безопасные маршруты, по которым уже начали ходить суда с украинским зерном. Блумберг совместно с экскомандующим Объединенными силами НАТО Джейсом Ставридисом подготовили статью о минах в водах близ Украины и о том, как суда могут избежать столкновения с ними. Обычно мины прикрепляют ко дну моря на трос, поэтому они остаются неподвижными. Минеры фиксируют их положение, чтобы в будущем суда их страны могли без проблем проходить опасные участки. Минировать участки можно как для обороны, так и для наступления. Оборонительные мины, например, используют Украина рядом с Одессой, чтобы десант Черноморского флота не высадился на берег. Для наступления минирования широко использовал Иран 80-х. Его вооруженные силы устанавливали плавучие мины в региональных водах и специально направляли их в сторону кораблей США. Мины могут сдетонировать, если их металлическая оболочка соприкоснется с металлическим корпусом судна. А еще взрыв может вызвать давление воды от этого самого корпуса. Плюс мины могут взорваться из-за акустических или сейсмических волн движения двигателей. И как раз, чтобы такого не произошло, нужно точно понимать, где находятся мины. Так, например, все суда с украинским зерном заранее получили карты безопасных коридоров. Информацию о них дало ВМС Украины. Но этим нельзя полностью обезопасить судно. Нужно, чтобы на носу и по бокам корабля постоянно находились люди с биноклями, которые бы визуально осматривали воду. Рядом нужно, чтобы летали вертолеты, беспилотники, которые оснащены уже специальными системами обнаружения. В идеале, безопасные коридоры должны заранее проверять тральщики. Это корабли специального назначения, которые ищут и уничтожают морские мины. И наиболее продвинутые тральщики есть только у НАТО. И если вдруг судно заметит мину, нужно либо дать задний ход, либо обезвредить боезапас, обстреляв ее из пулемета прямо с палубы или с вертолета. У судов с украинским зерном, понятное дело, нет вооружения. Поэтому им остается только один вариант – уходить назад. Сейчас координационный центр, регулирующий вывоз зерна, должен убедиться, что судами ничего не произойдет. Ожидается, что в ближайшее время по безопасным коридорам пройдут как минимум 80 сухогрузов. Ну, пришло время обсудить последние новости с фронта. Вчера сразу по нескольким областям Украины прошла целая волна телефонных минирований вокзалов. А в Киеве некоторые паблики писали о распылении какого-то опасного газа в метро. Оказалось, что все эти сообщения были ложными. Российское министерство обороны изменило свою публичную риторику. Как отметили эксперты Института изучения войны, после захвата Лисичанска военное ведомство постоянно говорило о каких-то захваченных селах, которые на самом деле оставались под контролем ВСУ. Такие заявления стали впоследствии критиковать даже пророссийские военные блогера. И вы не поверите, но в Минобороны отреагировали на критику. Теперь в своих ежедневных сводках военное ведомство не говорит о захватах Нижне-Ивановок и Верхнекаменок. Сейчас Минобороны просто продолжают приводить сомнительные, если проверять по независимым источникам, цифру уничтоженной украинской техники. Но тут происходят и курьезы. Позавчера, когда под Авдеевкой ВСУ оставили позиции на шафте Бутовка, в Минобороны почему-то не отчитались даже об этом подтвержденном событии. Аналитики Института изучения войны утверждают, что российское командование не спешит вывозить в Россию те подразделения, которые нуждаются в отдыхе. По мнению экспертов, это делается для того, чтобы военные, попав в Россию, не поспешили разорвать контракты. Поэтому российских солдат даже на отдыхе размещают все еще в Украине. В основном для этого национализируют базу отдыха на берегу Черного моря. Ну а мы переходим к карте боевых действий. На севере у нас без изменений, но власти Ровенской области подготовили план эвакуации мирного населения на случай вторжения белорусской армии. Под Харьковом российские войска снова попробовали взять село Дементьевку и выйти на Харьковскую объездную дорогу, но отступила. Пока не меняется ситуация и на юге. Российское командование дополнительно стягивает туда солдаты технику, а ВСУ удерживают плацдармы на реке Ингулец. Российские власти при этом еще объявили о предотвращении покушения на назначенного имя мэра, оккупированного Бердянска. А мы подробнее поговорим сегодня о ситуации под Донецком и Славянском. Сейчас самые главные новости приходят из Донецка. Вчера под обстрелом оказался центр города. По состоянию на 4 августа известно о шести погибших и шести пострадавших. Снаряды упали прямо на Донецкий драматический театр. Там как раз в это время проходили похороны полковника подразделений так называемой ДНР Ольги Кочура. Она погибла двумя днями ранее. Указом Путина посмертно ей присвоили звезду Героя России. Затем пророссийские военные блогеры сообщили о новом артиллерийском ударе по колонии с военнопленными ВСУ. Сообщалось, что из-за взрыва в 124-й колонии погиб один заключенный. Еще один был и ранен. Ранение получил и сотрудник колонии. Но фото и видео с мест нет. Но мы скажем, что, как и Еленовка, эта колония находилась всего в каких-то 8 километрах от линии фронта. Украинская страна категорически отвергает свою причастность к обстрелу Донецка. Под Донецком идут и самые важные бои. Подразделения ДНР при помощи российской авиации и артиллерии продолжают атаковать линию фронта от Авдеевки до Маренки. Продвижение минимальное, но ВСУ несут большие потери. Украинское командование направляет сюда дополнительные резервы и артиллерию, чтобы остановить противника. Сейчас самые горячие бои идут за поселок Песке, где украинской армии пришлось оставить несколько улиц под огненным валом российской артиллерии. Пересказ сражений за этот поселок одного военного ВСУ привел даже Форбс. Это адская мясорубка, говорит он. И описывает типичную атаку. Российские войска прорывают рубежи. Батальон ВСУ бросает туда резервы. Резерв выходит на позиции закрывать прорыв. И через 5 минут из 15 человек на позициях остается только один. Причем это не бои за какой-то стратегически важный и крупный город. Нет. Чтобы вы понимали, и мы уже говорили, Песке – это крохотный поселок на 10 улиц. И самое главное из них, по иронии судьбы, называется улицей мира. За 8 лет войны в поселке не уцелело ни одно здание. Тем не менее, тяжелые бои идут тут за каждую развалину или поворот дороги. Второй участок фронта – под Славянском. К северу от города мощное апрельское наступление России прекратилось почти полностью. А на востоке, после захвата Лисичанска, российская авиация, артиллерия, силы так называемой ЛНР и ЧВК Вагнера сейчас ведут активные бои только на подступах к Вахмату. Бои за несколько сел к востоку и югу от города идут уже месяц. Во всем западном мире к технологическим гигантам типа Google, Amazon относятся с опаской. Уж слишком велико их влияние на рынок и общество. Но вот в Украине они получают государственные награды. Wall Street Journal объясняет, какую роль крупнейшие корпорации играют в противостоянии с Россией и Китаем. Американское общество не очень-то доверяет большим технологическим компаниям, особенно после слива информации Сноуденом. Он опубликовал подтверждение того, что американское правительство иногда использовало данные IT-компании для слежки за людьми. Отсюда и недоверие. Слишком много информации они собирают. А вот Украина таких настроений не разделяет. И благодарит Google, Amazon и Microsoft за помощь в защите от российских кибератак и за разрыв в связи с Россией. Когда компании работают за рубежом, если мы говорим про интернет-сервисы, особенно соцсети, они придерживаются тех же принципов, что и у себя на родине. Например, от YouTube, Google, Meta и Twitter часто требуют удалить определенный контент, неугодный российским властям. А за свою принципиальную позицию по войне Facebook и Instagram Кремль вообще его записал в экстремиста. Новости последних месяцев переполнены даже сообщением о миллиардных штрафах Google. Это все отражает приверженность компании своим принципам. Локальные же сети Яндекс, ВКонтакте или Индийский Ко свои правительства беспрекословно слушаются, даже если их указания противоречат принципам демократии и свободы слова и соглашаются показывать только то, что выгодно их властям. Только популярность за рубежом у них от этого что-то не растет. Даже доля китайского гиганта Alibaba Group Holding в общем мировом рынке за пределами Китая всего 4%. И поэтому американские политики в какой-то сложной ситуации. С одной стороны, нужно обуздать гигантов внутри страны, но с другой, признать их роль в борьбе против российского и китайского влияния. А вообще, ценности компании действительно важны для демократических стран. Например, в Украину очень много телекоммуникационного оборудования успел поставить китайский Huawei. Но сейчас, после начала войны, Украина не хочет рассматривать китайских поставщиков для развития в стране 5G и обращается к шведскому Эриксону и финской Nokia. Министр цифровой трансформации прямо так и объясняет, что Швеция и Финляндия поддерживают Украину, а Китай — Россию. С его компаниями мы работать не будем. Так что, помимо стоимости, технических характеристик и надежности оборудования, важный фактор в борьбе за глобальное влияние — это принципы компании, считает Wall Street Journal. Правоохранительные органы Италии расследуют причины госпитализации Чубайса. Личную беседу с ним провел прокурор города Темпио-Паузане, где ему, Чубайсу, и стало плохо. И хотя основной версией является ухудшение самочувствия на фоне неврологической болезни, вероятность отравления нельзя отметать полностью, считают итальянские власти. Сам Чубайс, который себя уже лучше чувствует, версию с отравлением пока не верит. Вчера российский суд приговорил баскетболистку Бритни Грайнер к 9 годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей. В феврале она была задержана в аэропорту Шереметьево с жидкостью для вейпа, в которой содержалось гашешное масло. В России оно признано наркотиками, но во многих американских штатах, в том числе из штата, откуда сама Бритни, оно разрешено. Сейчас США и Россия ведут переговоры обмене с заключенными, в числе которых и есть Грайнер. Вчера я рассказывала вам о возобновлении боев в Нагорном Карабахе, но, слава богу, боевые действия уже остановились. Тем не менее, Азербайджан занял высоты в районе Лачинского коридора. Это маленький, но стратегически важный район. Здесь прилегает единственная дорога из самовозглашенной республики Карабах в Армению. По условиям перемирия 2020 года коридор заняли российские миротворцы. И вот, когда Россия забрала оттуда свой контингент воевать в Украину, Азербайджан фактически взял под свой полный контроль сообщение между непризнанной республикой и Арменией. Теперь этот короткий участок трассы полностью перекрыт, а вместо него у Азербайджан строят другую, более длинную дорогу из Карабаха в Ереван. Власти самовозглашенной республики обвиняют Азербайджан в нарушении перемирия. Но по итогу выстрелы на Южном Кавказе все-таки прекратились. Мы читаем десятки зарубежных медиа каждый день, и многие события просто не попадают в наш выпуск. Давайте посмотрим, что происходит в других странах и какие события там сейчас обсуждаются. Начнем мы с США. Сенат недавно одобрил членство Финляндии и Швеции в НАТО. Для вступления в Альянс требуется согласие всех 30 участников блока. За месяц более половины из них уже проголосовали за. Основной противник Турция, требующая экстрадиции курдов и турецких оппозиционеров из Швеции и Финляндии. Хорошие интересные новости из Канзаса. Там на референдуме отвергли поправку в закон о прерывании беременности. Более 60% голосовавших высказались за право на аборты. На участке явилось рекордное количество человек 900 тысяч. Это почти вдвое больше, чем на выборы в 2018 году. И результаты голосования для многих оказались удивительными. Ведь Канзас считается консервативным, республиканским штатом. Но помимо демократов еще и каждый пятый республиканец проголосовал за право на аборты. И это очень хорошо. Сейчас давайте посмотрим на то, что происходит в Индии. Нам в редакции показалось это очень интересным. В Индии доверие к журналистике находится на самом низком уровне за много лет, поскольку большая часть СМИ в основном придерживается линии правительства нынешнего премьера Моди. И только некоторые интернет-СМИ осмеливаются высказать альтернативную точку зрения, пишет Тайм. В Индии арестовали Мохаммеда Забаира. Это создатели, редактор факт-чекингового сайта Альт-Ньюс. Взамен четырех дней от недавности журналиста обвинили в сейчас будет знакомо оскорблении чувств индуистов. Альт-Ньюс занималась борьбой с дезинформацией ксенофобскими компаниями, направленными против мусульманского меньшинства. Забаир привлек внимание полиции к приложению, где выставляли на типа такой аукцион мусульманских женщин, журналисток и активисток. Такая типа насмешка с целью их унизить. Также Забаир публиковал видеоролики, где индуистские священники призывают к войне против индийских мусульман. Правительство Индии пытается бороться с инакомыслием, в том числе полагаясь на собственную фабрику троллей. Более 150 индийских журналистов были арестованы за последний год, а видео на Ютубе с требованиями повесить участников антиидийского заговора, то есть журналистов независимых СМИ, набрало полмиллиона просмотров, прежде чем его удалили. Давно я этого не говорила, но мы опять посмотрели весь Ютуб. И тут я хочу поблагодарить всех наших спонсоров. Вы крутые, без вас у нас не хватило бы на это ресурсов. А тех, кто еще не подписался на пожертвования, но хочет это сделать, призываю нажать кнопочку спонсировать или перейти по ссылке на Boosty, который вы найдете под видео. Итак, вот какие видео мы рекомендуем посмотреть. На канале Голос Америки вышло интервью с Максимом Матусевичем, историком, специализирующимся на изучении Африки в эпоху Холодной войны. По его словам, Россия сейчас пытается усилить влияние в Африке, чтобы сформировать группу дипломатической поддержки. Поэтому наемники ЧВК Вагнера помогают различным силам в гражданских войнах, а половина всего африканского оружия поставляется России. К тому же, такая борьба за влияние в Африке соответствует пропагандистскому нарративу о возвращении СССР, ну, который тоже там боролся с США за сферу влияния. По словам Матусевича, у того, что Россия взялась за Африку, есть и большой плюс. Опасаясь роста влияния России в регионе, западные страны возобновили активное сотрудничество с государствами Африки, о которых редко вспоминали после окончания Холодной войны. Так, вслед за Лавровым, в тур по африканским странам поехал Макрон, а также несколько представителей США с обещаниями помощи и договорами о сотрудничестве. На канале Татьяны Фельгенгауэр вышло интервью с профессором кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич. Они обсудили доклад Росстата о социально-экономическом положении России за первое полугодие 2022 года. Согласно докладу, российская экономика чувствует себя лучше, чем многие прогнозировали. Вместо резкого обвала мы видим постепенный спад. Зубаревич объясняет это тем, что для большинства предприятий в России это не первый кризис. Прошлые трудности уже научили их продолжать работу даже в экстремальных условиях. К тому же санкции действуют обычно не сразу. Сначала истекает срок действующих контрактов, а потом перестают заключаться новые. В добывающей промышленности все не так плохо. Резкий спад в ней произошел в апреле, потом она начала медленно восстанавливаться. И в том числе это связано с тем, что Евросоюз планирует отказаться от российской нефти лишь в следующем году. А это значит, что сейчас европейские предприятия ее судорожно закупают. Когда эмбарго ЕС на нефть будет принято, Наталья Васильевна ожидает второй спад. Ситуация иная в обрабатывающей промышленности. К ней относятся черная и цветная металлургия, текстильная, бумажная, швейная, пищевая и другие отрасли. С ними все плачевнее, потому что большинство санкций были нацелены на оборудование и комплектующие. И пока промышленность держится на старых запасах. Правда, они быстро иссякают. Поэтому с каждым месяцем происходит небольшой спад. Исключение тут автомобилестроительная отрасль. Она схлопнулась мгновенно, почти полностью перестав существовать. Санкции ударили и по доходам россиян, в первую очередь богатых и среднего класса. А значит, люди стали реже ходить по кафе и покупать меньше вещей. Падение спроса на непродовольственные товары и услуги в крупных городах мы видим уже сейчас. И если оно продолжится, это увеличит количество безработных. В конце Забаревич предупреждает, что о полноценном анализе последствий санкций можно будет говорить только в начале 2023 года. А вы пишите в комментарии, какие темы вы бы хотели увидеть на, например, завтра и в следующих выпусках. Ну и не забывайте поддерживать наш канал материально, лайком и подпиской. А я прощаюсь. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok